В жизни нам приходится постоянно что-то выбирать, причем не только в глобальном смысле этого слова. Порой даже при покупке повседневных вещей задаешься вопросом, что выбрать. Теперь это не проблема, смотрите программу «Выбор ЛРТ» и мы поможем найти то, что вам действительно подходит. Скоро лето, а это значит, что нужно запастись удобной и надежной обувью, а когда это касается детей, то одной парой здесь не обойтись. Сегодня я расскажу, как правильно выбрать детскую обувь и на что прежде всего нужно обратить внимание при ее покупке. В этом мне поможет сотрудница магазина «Обувной двор» Габриэла Парфене. Здравствуйте, Габриэла. Ну, расскажите, пожалуйста, как правильно выбрать детскую обувь, на что нужно смотреть прежде всего. В качестве примера я могу привести вот такие детские туфельки на девочку. Они изготовлены полностью из кожи натуральной, как внутри, так и снаружи. При выборе обуви для ребенка обязательно обращай внимание на супинатор, также на каблук Томаса. Главная особенность этого каблучка. Получается, что он немножко продолговатый и он увеличивает подошву на несколько миллиметров. Каблук Томаса именно для профилактики проблемных ножек, да, именно чтобы не было плоскостопий, чтобы, или, допустим, у кого у ребенка пальцы большие, у него очень ровные, да, они поправляют. Главная особенность данной модельки – высокий задник. Для того, чтобы фиксироваться пятка, обязательно нужно смотреть обувь открыто, да, несмотря на то, что она кожа натуральная полностью внутри и снаружи, но и также смотреть, чтобы поменьше было, да, там закрыто, наоборот, больше открыто, чтобы нога дышала, чтобы ноге было комфортно. С перфорацией смотреть обувь. Мы видим, что на этой модели прошивная подошва. Скажите, пожалуйста, в чем преимущество и надежность? Метод крепления прошивной, самый надежный. Фиксируется ножка очень хорошо и также и кожа. Не дает быстро изнашиваться обуви. Более практично для ребенка. Ну что ж, с детскими туфельками мы разобрались. А летом ребенку могут понадобиться и сланцы, и кеды, и макосины, и многое-многое другое. Как среди такого большого разнообразия выбрать то, что нужно? Габриэла, поможете? Да, конечно. Самый оптимальный вариант обуви для ребенка на лето – это кроксы. Кроксы – это удобная и комфортная обувь. Они универсальны. За счет ремешка мы можем обуть их как босоножками, так и сланцами. За счет того, что мысы у нас закрытые, то есть пальцы ног не повреждаются. За счет перфорации ножка ребенка дышит и не потеет. Также за счет того, что они удобные, легкие, в них очень комфортно находиться, ребенок может обуть их не только на прогулку, но и на дачу, на пляже. Ну а родителям и детям также важно, чтобы обувь была не только удобной, но и красивой. Да, дизайнеры данной модели позаботились и об этом. При ходьбе подошва светится, и этим привлекают внимание детей, и носят они с удовольствием и с радостью. Кстати, для подростков, для молодежи тоже есть предложение. Кроссовки с подсветкой. Они заряжаются через USB. Габриэла, спасибо вам большое за ваши полезные и дельные советы. Я думаю, многие телезрители возьмут их себе на заметку. Пожалуйста, приходите к нам еще. Но немаловажный вопрос, как сделать выгодную покупку, чтобы она не сильно ударила по кошельку. Наш магазин «Обывной двор» формирует свой ассортимент из лучших моделей большинства известных производителей обуви, которые сейчас представлены на рынке. Мы работаем с производителями напрямую, минуя последников, и это позволяет нам делать самое лучшее, самое выгодное предложение для наших клиентов. К тому же постоянно работают различные акции, скидки для покупателей, как, например, сейчас. В данное время в нашем магазине действует специальная акция по детской обуви. При покупке одновременно двух пар детской обуви вы получаете скидку 15% на каждую, а при покупке трех пар или больше вы получите 20% на каждую пару. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok